Приветствую вас. Начнём мы, пожалуй, с книги, которую я хотел бы вам порекомендовать, да? Книга это автор Валентина Маскаленко, называется «Созависимость. Семейная болезнь». Я думаю, что если вы задаёте свой вопрос относительно книги, то это вот именно то самое. То есть книга вам, собственно говоря, необходима. Это именно книга. Но, с другой стороны, сам ваш вопрос, который вы задаёте, да, спрашиваете вы, как мне остаться неуязвимой, да? Как мне стать неуязвимой? Вот, вы знаете, сам этот вопрос, он поставлен, на мой взгляд, некорректно, потому что, ну, быть неуязвимым, будучи человеком, нельзя. Вот, это невозможно. Поэтому, я думаю, я думаю, что вам не нужно становиться именно неуязвимой какой-то, да? Вам нужно скорее учиться принимать себя, любить себя, да? Ценить себя. И на самом деле брать ответственность за то, что происходит у вас в вашей жизни. Вот. Я думаю, что это является самым главным, потому что вы говорите, что вы воспитаны так, что, значит, своих вы не бросаете. Видите ли, может быть, это и хорошо, что вы своих не бросаете, но разве здорово жертвовать собой, например? Разве свои люди позволяют жертвовать собой ради них? Это первый момент. Второй момент заключается в том, что ваш отец, он уже не совсем ваш отец, потому что алкоголь очень сильно разрушает человеческую личность. И очень может быть, что тот, кого вы знали, ну вот, кто был вашим отцом, да, того человека уже нет. Такое, к сожалению, тоже вполне может быть, понимаете? Ну вот. То есть, вам нужно почитать про действия, именно про действия алкоголя, да? Вам нужно узнать лучше про алкоголизм, если вы об этом не знаете, если вы, ну, не в курсе по той или иной причине. Вот. И, соответственно, увидеть, как алкоголь влияет на людей. Это вот такой момент. Дальше. Что ещё важно отметить? Важно отметить то, что если вы действительно хотите, значит, помочь своему папе, если вы хотите, чтобы он перестал так себя вести, перестал пить и так далее, вот, то вам нужно просто необходимо столкнуть его с теми последствиями, с теми последствиями, которые будут. То есть, вы сами для него всё делаете. Вы сами покупаете ему, там, продукты и так далее. Вы всё это делаете сами. Зачем вашему отцу, да? Зачем вашему отцу меняться? Зачем ему что-то делать? Для чего ему что-то делать? Он не изменится до тех пор, пока вы своего поведения не измените. Только если вы измените своё поведение, да? Только в этом случае, в этом случае, я бы сказал, что возможны перемены отца. Вот только в этом случае. То есть, только в том случае, если вы оставите его один на один, значит, с его собственными проблемами. Понимаете? А так ему выгодно. Ему выгодно это делать. Вот, я рекомендую вам почитать ещё про игру, психологическая игра. Я алкоголик, вам, я думаю, она тоже будет полезной эта информация, потому что вы, значит, сможете лучше понять, что происходит. Именно у вас, вы сможете лучше понять, что происходит с вами. Вот. Но опять же, опять же, да? Для этого нужно, для этого нужно. Ну, чтобы вы хотели что-то делать, чтобы вы хотели развиваться, чтобы вы хотели стремиться, да, к чему-то. Чтобы вы хотели что-то делать, вот. И я думаю, что в этом случае у вас, ну, собственно говоря, появится шанс сделать что-то. В этом случае у вас появится возможность что-либо поменять на самом деле. Вот. То есть, здесь, конечно, нужна работа, значит, над вашей самооценкой, здесь нужна работа над вашими личными границами. И дело здесь совсем не в чтении книг, да, не в чтении книг, вот. А дело здесь именно с личной работой, с личной работой над вами, с личной работой с вами, вот. И корректирование, корректирование, сценария, сценария вашего поведения, да? То есть, оценка триггеров, поведение, которое негативно сказывается на вал. Значит, ну, например, 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 да, например, допустим. Значит, вот вы пишите, что у меня из-за постоянных конфликтов болит сердце, но бросить его не имею права. Вот это первый конфлик, первый триггер сердца у вас, ну, с вашей стороны, который нужно разбирать. Если у вас болит сердце, то вы уже должны его бросить, точнее, не бросить, а просто немножечко по-другому с ним взаимодействовать. Да? То есть, я имею в виду, может быть, это делать не лично, да, может быть, это делать дистанционно, вот. То есть, какие-то другие варианты искать, чтобы обезопасить себя. Но, поймите такую вещь, то, что тот факт, что у вас уже болит сердце, да, говорит о том, что пора, пора заботиться о себе. Вы говорите, что вы не имеете права его бросить. Кто лишил вас этого права? Понимаете? Ведь вопрос в том, чего вы хотите, понимаете? Вопрос в том, хотите ли вы его, почему бросить. Но откуда вообще взялась эта позиция, что именно бросить? То есть, с чего вы решили, что вы его бросаете, вот. То есть, нужно анализировать, откуда к вам пришла эта идея. Вы говорите, что я так воспитан. Хорошо. Может быть, вы, может быть, вы так воспитаны. Хорошо. Но, если это воспитание идёт вам во вред, да, то что это за воспитание? Тогда. То есть, что это за воспитание, которое не идёт вам на пользу? Подумайте, пожалуйста, об этом. Вот. Что это за воспитание, которое вам, по сути, вредит? А чьи цели преследует такое воспитание? Да? Для кого оно? Как, эээ, что делать? Что делать, чтобы что? Как стать, эээ, жёстче? Понимаете, эээ, ну, помимо того, что у вас здесь содержится противоречие, эээ, в самом тексте вопросов, да? Эээ, дело не в том, дело не в том, чтобы быть именно жёстче. Дело, скорее, в том, чтобы уважать, эээ, себя, ценить себя. Дело в том, чтобы в первую очередь заботиться о самой себе и только потом уже об других. Понимаете? Понимаете? Вот. Дело в том, чтобы, как это называется в психологии, эээ, ну, вы почитаете в этой книге, что я прислал, эээ, что я вам сказал точнее. Вот. Ага. Вы, эээ, прочитаете в этой книге обязательно. Так вот, эээ, дело в том, дело в том, чтобы отдалиться, эээ, от того, кто нарушает ваше личное пространство на адекватное, на адекватное, эээ, на адекватное расстояние, чтобы, чтобы не было, эээ, вам вреда, вот, на самом деле, чтобы не было, эээ, вам никакого вреда вообще. Чтобы вы, эээ, чувствовали себя хорошо, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было, эээ, ну, как-то, знаете, ээээ, приятно, да? Чтобы вы чувствовали себя, ээээ, в своей тарелке, ну, вот, то есть это по-прежнему, по-прежнему то же самое общение с родителем, да? Только, эээ, немножечко, эээ, ну, отстраненное, да, немножечко отдаленное от, эээ, собственно, родителя. Так что, о том, чтобы кого-то бросать, речь не идет. Эээ, дальше, значит, эээ, ну, вот тут, вот вы пишете, да, ага, теперь на мне весь дом, хозяйство, переоправление всех его документов. Знаете, эээ, вот это вот и есть, эээ, тот момент. Вы говорите, на мне теперь, эээ, весь дом, да, на мне теперь, ээээ, все хозяйство. Так, а вы же, вы же, вы же, вы же, взяли это на себя, да? Вы же, вы же, эээ, решили взять на себя хозяйство. Вот. И, эээ, собственно, возникает вопрос, тогда, эээ, для чего вы, ээээ, это делаете? То есть, эээ, то есть, вот, по какой причине вы это делаете? Понимаете? Вот. То есть, вы берете на себя, эээ, в данном случае, больше, чем, эээ, необходимо, чтобы вам ничего, ничего, не чувствовать, эээ, себя ущемленным. Эээ, вот. Выписть, я стою, как собака, таскаю 5-килограммовые мешки его любимых продуктов. А зачем вы это делаете? Чтобы что? Вы говорите, благодарности получая. То есть, вы ожидаете от него благодарности. Вот. Вы хотите от него благодарности. А зачем она вам? Чтобы получить признание. А почему вам нужно признаться? Почему вам нужно чувствовать свою значимость? Да? Потому что без этого вы себя такого не чувствуете. Вы чувствуете себя ненужной. Скорее всего. А вот. Значит, ну, мама тоже, тоже повторяет ваш, ваш, эээ, точнее, от мамы вы повторяете модель поведения. А вот. Значит, я не знаю, как справиться с этим психологическим эмпиризмом. Только отдалиться и работать с психологом по установке именно собственной ценности Маргариты. Но, что с первого, обязательно почитайте эту книгу, которую я вам порекомендовал. Ну, в ней, эээ, всё, как бы, написано на таком, достаточно простом языке. Вот. Эээ, меня, эээ, так, воспитали, что я не бросаю своих. Ну, вот, здесь, опять же, вы снимаете с себя ответственность. Да? Что это меня так воспитали. Вы меня так воспитали, всё, как бы, всё от меня взяли. Вот. Согласитесь, эта позиция довольно, эээ, ну, довольно удобна для вас. Вот. Поэтому первое, это нужно запрос сформировать. Маргариту нужно сформировать запрос. Чего я хочу? Что мне нужно? Вот. Вы говорите, отец-алкоголик манипулирует чувством вины, вины. Но чувство вины-то испытываете вы. Да? Да? Поэтому что получается? Отец-алкоголик тиран, а вы жертва. Соответственно, вам я рекомендую почитать также про треугольник Карпмана, где вы увидите в себе себя. И обязательно посмотрите про паузу свободы для того, чтобы уже сегодня, эээ, значит, встать на путь того, чтобы в этот треугольник не вступать. Вот. Я полагаю, что так. Так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. В целом, тема созависимости, она, к сожалению, достаточно серьезная и, на мой взгляд, работать с этой темой нужно интерактивно, непосредственно с вами, прорабатывая и сценарии, и отношения к себе, и ваше поведение, и ваше представление о себе и о родителях. Понимаете? А не списывая на воспитание и на отсутствие у вас прав и на метание из крайности в крайность. Я думаю так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание, что, скорее всего, в корне ваших ситуаций лежит ваш страх одиночества и страх быть никому не нужным. Вот. Ага. Подумайте, откуда это? То есть, как вы можете чувствовать себя никому не нужной и одинокой? Чем обусловлены эти состояния? Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Ого! Вот дальше priests и доктора выпил. Затем щелкнирую!! Ouais!